Привет всем, с вами Жексон и сегодня мы будем делать печатную плату для микрофонного усилителя на микросхеме 4558. Ранее я уже собирал подобный усилитель, вот так он выглядит, собирал это все на макетной плате, решил сделать это все на печатной плате. В интернете никакой компоновки не нашел, поэтому сделал ее сам, кому интересно, в описании будет ссылка вот на эту печатную плату. Сделал я ее сам, мы ее проверим, надеюсь она работает, то есть вроде бы все выводы сделал правильно, но такая она маленькая получилась, распечатал это все на лазерном принтере, распечатал два раза, то есть два раза прошелся по одному листу, по идее краски тут должно хватить. Будем переводить на наш текстолит это все стандартным методом при помощи утюга, а будем вытравливать это все, пожалуй, самым дешевым методом, который я только нашел. Это у нас перекись водорода, один литр, купил в самой первой аптеке, которую зашел, стоило оно недорого, вот у меня 18.40, это леи, в долларах это где-то один доллар, может чуть-чуть больше. Литр перекись водорода стоит буквально один доллар, первый попавшийся в же аптеке я его смог купить, так же нам нужна будет лимонная кислота, соль и вода. Все на этом, все больше нам ничего не нужно, давайте все это приступим делать, сначала нужно нам перевести этот вот рисунок на наш кусок текстолита, но прежде чем будем переводить, нужно вырезать необходимый нам кусок, чтобы его подготовить. Я отрезал маленький кусочек текстолита от нашего листа, получилось не очень ровно, поэтому корея я немного подработаю шкуркой, прежде чем наносить рисунок, нам нужно зашкурить поверхность этого текстолита, чтобы на нее лучше прилип рисунок и травилась плата у нас быстрее. После того, как я зашкурил текстолит, нам нужно перенести рисунок, для этого берем разогретый утюг, совмещаем рисунок и проутюживаем где-то 3-5 минут, для того, чтобы наш рисунок перенесся на текстолит. После того, как мы проутюжили текстолит, тонер с бумаги должен был перенестись на текстолит, и для того, чтобы убрать бумагу, нам нужно ее растворить в воде, просто берем, опускаем нашу плату и ждем пока, чтобы бумага раскиснет. Я удалил с нашей печатной платы почти всю бумагу, остались мелкие кусочки, но это нам не критично. Я знаю, что все-таки в некоторых местах я закосячил, как видите, вот тут, вот тут, и вот тут у нас пяточок, и вот тут пяточка вообще нет, вот тут у нас в обрывы, но это без проблем можно исправить при помощи маркера или, например, при помощи корректора. Корректором мне пользовался удобнее, поэтому им я вот замажу вот эти вот просветы, чтобы у нас все было четко и внимательно смотрите, чтобы у нас не было нигде разрывов. Если видите разрыв, то можно без проблем исправить при помощи лака, корректора и других подобных средств. Вот так выглядит наша плата в итоге, и теперь нам нужно подготовить раствор, для этого нам нужна вода, соль, перекись водорода и лимонная кислота. Первое, что вам нужно, добавить воды, и к воде мы добавляем 30% перекись водорода, 1,1 часть, если у вас будет 3% перекись водорода, которая чаще всего продается в аптеках, то вам нужно будет добавить больше, примерно 1,3 часть. Далее добавляем соль, примерно пол чайной ложки. И последнее, что нам нужно добавить, это лимонная кислота. Добавляем примерно одну маленькую чайную ложку. Теперь нужно перемешать хорошо раствор для травления. Теперь самое время поместить нашу печатную плату в раствор. Я думаю, что это самый простой и доступный раствор, который только есть. Найти его можно в любом городе или селе. Все компоненты очень дешевые. Кроме того, раствор имеет несколько плюсов. Во-первых, он не токсичен, не ядовит. Он достаточно быстро травит платы. Единственный минус этого раствора только в том, что он одноразовый. И вот это вот количество раствора хватит всего лишь на одну или на две печатные платы. Но все-таки компоненты все очень дешевые и простые, поэтому я думаю, это небольшая проблема. И теперь оставляем нашу печатную плату примерно на полчаса. Как видите, она начала уже немного зеленеть. Прошло примерно полчаса. Вот что у нас получилось. Теперь вот так выглядит наша печатная плата. Как видите, у нас вода окрасилась в такой синеватый цвет. И поскольку посуда у нас прозрачная, это плохо видно. Но если посуда была бы белая, это было бы видно сильнее. Вот так теперь выглядит наша печатная плата. Все у нас почти готово. Осталось только очистить ее от тонера и корректора. И попробовать прострелить отверстие. Я очистил нашу печатную плату. Вот так она выглядит. И в итоге нам осталось сделать только отверстие в ней. Единственное, что сейчас пока что я лудить не буду. То есть я сделал отверстие и все на этом. А желательно, когда вы будете делать печатную плату, вы еще ее пролудите, чтобы мед не окислялась. И чтобы со временем дорожки не испортились. Я просверлил все отверстия. Вот как в итоге выглядит наша печатная плата. Уже встала микросхему, которую мы будем использовать. И в итоге у нас вышел достаточно простой и доступный метод. Я думаю, все компоненты без проблем можно найти. На крайнем случае, если у вас нет принтера, можно без проблем распечатать где-нибудь. Лазерные принтеры, благо, много где используются, поэтому найти их будет нетрудно. Ну вот такая печатная плата у нас сегодня получилась. Мы получили достаточно хорошо к твите. Все дорожки у нас ровные, никаких нареканий нет. Ни одной пятачка у нас не сорвано. И единственное, что там, где использовал корректор, вот тут немного оно неровно. Но это все не критично. Главное, что контакты есть. И вот такая печатная плата у нас сегодня получилась. Мы получили достаточно хорошо. Развел все сам в программе. Кому интересно, в ссылке в описании будет по поводу вот этой вот разводки. Кому интересно, кто будет собирать подобный микрофонный усилитель. Этот усилитель также будет полезен, если вы хотите, допустим, для наушников его использовать. Но это уже в другом видео, когда я уже буду его собирать, проверять. А пока что вот такая штука у нас вышла. В общем-то, с вами был Джексон. Подписывайтесь, ставьте лайки, если вам понравилось видео. И, в общем-то, пока. Субтитры сделал DimaTorzok